Приветствуем всех ценителей хорошего звука! В этом обзоре мы будем говорить о схемотехнике фонокорректора, проверенного временем с многолетней историей его производства и популярного у многих любителей винила. Речь пойдет о фонокорректоре Reolite. Разработка этого фонокорректора была начата по заказу журнала Вестник Ара в 1996 году и в 1998 году была опубликована статья Александра Пугачевского «Корректор винила». Корректор Reolite является развитием фонокорректора Sessius, который создавался как устройство с максимально линейным трактом, состоявшим из каскадов с анодной нагрузкой. В процессе постоянной разработки и совершенствования конструкции для уменьшения влияния межблочных кабелей на выходе фонокорректора вместо каскада с анодной нагрузкой появился катодный повторитель, а для увеличения усиления на входе был установлен малошумящий измерительный пинтот. У фонокорректора Reolite есть две разновидности – MK1 и MK2. Единственным их отличием является печатная плата – схемотехнических различий у них нет. На входе фонокорректора применен достаточно распространенный измерительный пинтот E180F или максимально подходящий отечественный аналог 6G49P. Особенностью фонокорректора Reolite является входной пинтот с высокой крутизной характеристикой с достаточно большим усилением, включенный универсально с возможностью переключения в триодный и пинтотный режим. Так как лампы E180F 6G49P имеют достаточно близкие выходные параметры каскадов как в триодном, так и в пинтотном режиме, то это удалось реализовать без изменения номинала в корректирующей цепи. В триодном режиме усиление достаточно низкое, в пинтотном усиление значительно больше. Для реализации этого режима работы и обеспечения стабильной работы первого каскада введен отдельный стабилизатор на стабилитроне, который позволяет более точно держать режимы входной лампы. Первый каскад классический, с анодной нагрузкой и смещением в катоде. С анода пинтота сигнал поступает на разделительный конденсатор и потом на классическую РИА цепочку. Нагрузкой РИА цепи является резистор в сетке каскада усиления. Каскад усиления на выходе включен по универсальной каскадной схеме. Данный фонокорректор имеет достаточно простую схему питания. Одноступенчатая стабилизация накала реализована на обычном интегральном стабилизаторе. Стабилизация анода реализована с многоступенчатыми РЦ-фильтрами. Напряжение поступает на двухступенчатый фильтр, сразу разделяется на два канала. Через РЦ-фильтр поступает на первый каскад и выходной каскад. Катодный повторитель имеет на выходе конденсатор, нагруженный балластным резистором, для наличия постоянной нагрузки. Источник питания фонокорректора представляет собой трансформатор, два выпрямителя и два обычных резистивных фильтра. Выпрямители блоков питания могут использоваться разные, ИП1В1 и ИП1В3. Это универсальные модули, которые возможно применять в различных конструкциях. Например, выпрямитель ИП1В1 полезен при конструировании внешнего блока питания фонокорректора, так как в нем есть блок управления. Принципы работы мы рассмотрим в отдельных роликах, следите за обновлениями. Про разницу звучания фонокорректора в триодном и пентодном режимах мы сделаем отдельную сессию прослушивания и дадим ссылки на аудиофрагменты для сравнения на вашей аудиосистеме. Сразу хочется отметить, что разница в звуке весьма существенная. В триодном режиме звук более интеллигентный, плавный, певучий. Звук в пентоде более жесткий, более напористый. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, комментируйте данное видео, подписывайтесь на наш канал, выбирайте и собирайте!